Урстула экономика вчера министр Максим Решетников и усуд на украхе циркит Гагра колокела. Я рада таа не бета инвест-программа хаакуя иртакзаны и таща кургылаз Гагра хаджара и хутакуа колонада. Да, заауанайтаща кургыларат усуракуаран за каапара нахазата. А капитал тургыларат успарта и хабыт и марагар баитей ухита усуракуаримя пагара атурах. Максим Решетников и базьяхаз гуахурлы и дейкылы и тамшина бшухихи дылба над наяйта невеса делегация лохула цирю мюхан гагра пи акпиа функциях шартаашка. А ракаке инвест-программа хаакуя иртакзаны и таща кургыларат усуракуа мёпган я ахуан амаруга джыцква. Решетников даззауан ария подстанцсерджи и гадзо айхдзаракуя ауа дайракуирту я рада юна ла не бета маруга кургусура шейчка ау хтохталы и зейта хана усура айчка аша. Решетников гагра иказа араялак вибич зейв шуксарзы. А рака усурак вахдырк шараны и губ юныске и вибшпашуксарзы. Максим Решетников даззауан аусура шага этапный мёпысла. А пыза министр и хатыпуя экономика министр Кристина Узган илхэт и этап кны ишим мёпысла. Мы делаем его все равно на два этапа и первый этап когда будет завершен они будут работать. То есть система собрана так канализационные станции, коллектор и реализация первого этапа строительства очистных сооружений. В первом этапе у нас будет механическая очистка и электролизная, то есть обеззараживание сточных вод и во втором этапе предполагается биологическая очистка и уже выпуск технически чистой воды в море. Сейчас мы получили аванс буквально на прошлой неделе на закуп оборудования механической очистки. Были некоторые сбои с поставщиками в том числе с теми, которые уже из российского рынка. Сейчас уже есть понимание, где это всё будет подрядчик приобретать. Авансы спущены. Сейчас уже трогаемся. У нас первый этап 800 миллиардов. Вообще 830 миллиардов по пересчёту, но с учётом ранее выполненных работ... Там на 200, по-моему. Да, 630 миллиардов будет стоимость по завершению первого этапа. Урстулаты инвест-программа обзора потрясён и красотами, и атмосферой, и командой, которая здесь работает. Ну и, конечно, за последние 13 лет проделан огромный объём работы. 500 объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры восстановлено при поддержке Российской Федерации, при поддержке федерального бюджета. Вот мы посмотрели, вот социальный объект, конечно, прекрасный объект, прекрасная школа с любовью восстановлена. Кстати, очень экономный, я бы сказал так, проект с точки зрения соотношения цена и результатов. Ну и главное, конечно, что сейчас мы идём на следующий этап развития, скажем так, на следующий этап построения. Во-первых, мы подписали по поручению руководителей стран межправсоглашения на прошлой неделе такая новая страница. Мы уже не путём решения отдельных вопросов, идём комплексно, у нас есть программа, в программе определены основные показатели, которых надо добиться, республики, соответственно, объёмы поддержки, новые формы поддержки, в том числе уже и поддержка экономики. То есть мы переходим от этапа такого восстановления к этапу уже развития, опережающего развития. Ну и, конечно, сегодня мы особое внимание уделили объектам инфраструктуры, вопросы энергоснабжения, проблема номер один в республике. Двигаемся, решаем. Первые этапы у нас, в общем, решения есть, определены. Самым главным вопросом повестки дня это, безусловно, начало реализации того соглашения, которое мы подписали на прошлой неделе. И здесь ключевыми вопросами, конечно, являются повышение уровня заработной платы работников в бюджетной сфере, это меры господдержки субъектов экономики, и, безусловно, это модернизация инфраструктуры, инженерной и, в первую очередь, энергетика, как отметил Максим Геннадьевич. Вот, собственно говоря, схема первого этапа реализации проекта. Синим выделены те объекты, которые предлагается включить в первый этап, это 2,4 километра посадочной полосы, расчетный тип воздушных судов, сухой суперджет, вот, соответственно, аналогичные типы. Вот, одну рулежную дорожку, вы по ней сейчас свернули, и вот перрон, где мы с вами находимся. Перрон в рабочем состоянии, он позволяет разместить 5 воздушных судов. Мы с вами находимся перед старым зданием аэровокзала, его планируют капитально отремонтировать, использовать как ВИП и ЗОЛТ для официальных делегаций. И это у нас все в пределах бюджета, все первоочередные, это мы все там забюджетировали. То есть, вот, собственно говоря, вот тот минимальный объем работ, который планируется сделать в рамках первого этапа, считаем, что если взяться за это дело, то в 2020 году можно закончить эту работу, запустить эксплуатацию. Яру Баски, Максим Решетников, Дата Анибет, Самсон Чанбайихидс, Хо Апсу, Ахюндкар, Драма Театра Хыбра, Ари Акультура, Объекта Хыбра, Итаща Кургылана, Инвест Программа, Хо Акурта Кдзэна, Решетникова, Залка Дрюйнала, Нибет, Я Азаркячина, Изей Таху, На Театра Турых, Фадима Гиргиябха, Рамо Камкия, Камила Джапуа, Апсу Телехопшра. Субтитры создавал DimaTorzok